Хотелось вот именно красоты, да, чтобы вот если вдруг придется раздеться, то есть начинает гулять пояс, начинает появляться пустота в чашках, вечно спадающие бретели с плеч. Сейчас нас также слушают мамы девочек, и такой важный момент, когда же нужно начинать выбирать первый бюстгальтер. Ни нас, например, ни мам наших, ни наших бабушек, никто не учил подбирать белье. У нас как таковой бельевой культуры в стране ее нет. Если вы ее за ручку приведете и скажете, вот Маша, вот тебе сейчас тетенька подберет правильный бюстгальтер, раздевайся, да все, в этот момент ребенок захлопнется. Миф о костях-то вообще, что скажете, они зло или добро? Вот кости в бюстгальтере. Это очень хороший костяный вопрос, это основной и самый больной миф. Как здесь подходить к выбору белья для беременных женщин? И женщина больше не хочет подстраиваться под бюстгальтер, когда есть вариант, что он может подстроиться под тебя. И мы все равно поменяем эту реальность, мы сделаем эту революцию. И я всем партнерам говорю, вы даже не представляете, какое большое и великое дело вы делаете. Сейчас я задам главный вопрос Татьяне. Кто такой брофитер? Больше будет здоровых женщин, а это значит здоровых матерей, жен. Тем большим женщинам мы дадим свободу, дадим комфорт, наслаждение жизнью. И это больше, чем просто подбор белья. И вот эта неизкренность, она не заходит. Вот когда действительно людей зажигает идея, деньги приходят сами собой. То есть они как результат. Ну, курс начинался на самом деле, вообще подразумевало создание, больше просто для женщин. То есть меня попросили его стать моей же клиентке. Говорит, Тань, ну вот я хочу знать то же, что ты, но вот только относительно себя. Часто приходят стилисты, потому что они как раз таки знают, что мало подобрать одежду. Надо, чтобы под этой одеждой было правильное белье. И я сказала свое мнение как у брофитера, что им стоит переделать, почему я не беру их белье. И они приняли к сведению, и, кстати, переделали полностью коллекцию. Ну, почему-то всегда забывают про девочек, которые в среднем размере находятся. Но есть некое такое заблуждение о том, что, ну, вот эти женщины не всегда смогут найти белье в обычных магазинах. Я как-то вот не разделяю, да. Вот если мы делаем, то для всех. Задержки произошли из-за пандемии, да, из-за сложностей. Потому что в основном все производство отрабатывало там на отшив масок. В общем, были содержки, но меня радует, что все это закончилось, и у нас сейчас производство запустилось. Сегодня мы поговорим о том, как правильно выбрать нижнее белье. Но чтобы и глаз радовался, и телу было очень комфортно. И, на мой взгляд, это очень важная тема. И ведь многие женщины сейчас подумают, о, это нужно только полным, или о, это нужно только худым. На самом деле, наверное, нет, потому что у каждой женщины, или девушки, или даже девочки, подростка, есть свои особенности. Расскажите, пожалуйста, как вы встали вообще на этот путь, почему решили стать брофитером, и какой у вас опыт? Спасибо за вопрос, Кристина. Вы совершенно правильно отметили, что как раз-таки образ, он начинается не с платья, а именно с нижнего белья. И очень важно создать вот эту базу идеальной, чтобы она подчеркала достоинство, скрывала недостатки, кому это необходимо. Как я к этому пришла? Ну, можно так сказать, что это был порыв души, да, потому что я не планировала из этого делать какой-то большой бизнес, и вообще не думала, что это будет какой-то большой частью моей жизни, и таким моим старшим ребёнком, скажем так. Думала, что вот как раз-таки женское нижнее бельё – это вот то, что надо. Но мне хотелось вот не быть каким-то, знаете, обычным магазином нижнего белья. И вот как раз-таки тогда я познакомилась именно с корректирующим бельём. От него всё и пошло. Его мало где было, то есть если что-то и было представлено в магазинах, то это какие-то очень ограниченные коллекции, знаете, там либо трусы, да, либо там шорты какие-то напоминающие бабушкины панталоны. А хотелось вот именно красоты, да, чтобы вот если вдруг придётся раздеться, то никто бы в жизни… То было как-то не страшно. Да, чтобы никто в жизни не догадался, что это какое-то особенное бельё. Что касается профитинга, к этому меня подвели мои же клиентки, потому что корректирующее бельё, оно работает таким образом, что если на тебе неправильный бюстгальтер, то она обязательно это выдаст. То есть начинает гулять пояс, начинает появляться пустота в чашках, вечно спадающие бретели с плеч. И вот женщина стоит, она не понимает, ну вот у неё как-то очень некомфортный грунт, правильно? Потому что надо полностью переодеться. И вот так и закрутилось, да. Соответственно, я прошла обучение и дальше начала уже работать именно как брофитер. И я не подбираю только, например, один бюстгальтер. То есть если мы делаем образ, то мы делаем его целиком. Обычно я всегда, даже когда лично принимала клиента, я всегда просила, принесите то, что мы подбираем. То есть если у вас какое-то мероприятие, и у вас уже есть ваш наряд, который вы уже выбрали, приходите прямо с ним. Мы будем ориентироваться на него. Если вы выбираете бельё на каждый день, то нам тогда нужно с вами понимать, какой у вас гардероб. То есть что вы чаще всего носите, какие модели, платья или даже костюмы, что юбки, брюки, что больше, чтобы подобрать бельё такое, чтобы оно было универсально под гардероб каждой женщины. У нас ведь это так сложилось исторически. Ни нас, например, ни мам наших, ни наших бабушек, никто не учил подбирать бельё. У нас как таковой бельевой культуры в стране её нет. То есть у нас спроси, как вы это делали, ну как вот раньше женщины подбирали бельё. Да никак. Сейчас я задам главный вопрос Татьяне. Кто такой брофитер? Ну кому, как непрофессионалу, адресовать такой вопрос? Потому что для меня, как для женщины, для вас, как для нашей аудитории тоже это очень важно. Кто это? Брофитер, вообще происхождение этого слова, следует из двух слов. Бра – это бюстгальтер, и фитинг, да, или фитер – это подбор, ну тот, кто подбирает. Соответственно, вот человек, который подбирает бюстгальтер. По-другому назвать как бельевой стилист, да, а если прям совсем расшифровывать, то это как раз-таки специалист по подбору женского нижнего белья, индивидуальный подбор, естественно, исходя из параметров каждой женщины. То есть у нас салоны отличаются от обычного магазина белья не только размерным рядом, да, но и выбором моделей. Очень комфортные и такие силиконовые капельки, специально, чтобы пояс не сползал. Но главное подобрать правильно этот бюстгальтер, для того, чтобы и декольте было красивое, да, и грудь в нужный момент не выпрыгнула. Можете попросить наклониться? Да. И вот так вот. Делаешься. На наклоне? Нет, нет, прямо встали, да, просто да, чтобы показать, что она не выпрыгивает. То есть есть похожие модели в нескольких брендах. И вот один из брендов, они на выставке, у них модель стоит в этом бюстгальтере, и периодически делает в ней колесо. То есть специально показать, что, чтобы вы в этом бюстгальтере не делали, у вас ничего не будет выпрыгивать. Потому что все женщины знают, что уж с бретельками-то грудь иногда выпрыгивает, а уж без бретелек, то и того подавно. Если вы вспомните, то в магазине, в обычном магазине, размерная сетка всегда это 4 пояса и 4 чашки. Ну, стандартно. От 70 до 85, в редких магазинах есть 90-95, но обычно это какие-нибудь 2-3 образца, так, чтобы вот просто были для наличия. И чашки от А до Д, если есть Е и Ф, то это кажется, что просто. А в салонах брофитинга ассортиментная линейка начинается с 60-го пояса и заканчивается там 120-м, 130-м, в зависимости от модельного ряда производителей. И от чашки А до чашки К. А пояс это вот то, что у нас... Это под грудью. Да-да-да, потому что мы все знаем вот это 75-85 об этом и дальше как бы вот слово пояс, сколько я подбирала для себя белье, никогда не звучало. Вы открываете новые термины. Отлично. Вот, это основные отличия салона брофитинга. Мы вначале определяемся с четкими параметрами клиентки и потом уже специально для нее предлагаем ее модели. Предлагаем все, что у нас только возможно предложить. Это же здорово. Некоторые женщины с большой грудью думают, что им теперь нужна только мягкая чашка. А в самом деле нет. Здесь поролон нужен как раз таки для того, чтобы задать форму, да, если грудь, например, ну уже потеряла былую там упругость. Да, и здесь будет красивая тоже все, что здесь так красивая, кругленькая форма. Плюс здесь вот, например, пониже, ну потому что она или нет, нет каких-то глобальных, да, объемов. Но обычно она еще больше подвержена миграции, и когда вы на нее давите неправильно подобранной косточкой, она начинает куда? Ей же надо куда-то деться, вы же постоянно давите и давите, вы же двигаете руками, там что-то делаете. Она начинает перемещаться. Ну, это лучше, потому что это всегда, ну, такой минус разочарования. Вот, меньше, я только хотела сказать, меньше разочарований и больше возможностей для себя рассмотреть какие-то иные модели, которые, может быть, сразу глаз и не заметил. Ну, потому что неправильно, ну, и я так считаю, и производители это подтверждают, неправильно одну и ту же модель тиражировать на большие линейки, потому что от этого всегда страдает посадка. Ну, потому что если посмотреть там, ну, как нюансы производства, да, то просто брать и увеличивать лекало, это неверно. На, всё-таки на большую грудь, одна модель, одна конструкция, на небольшую грудь, она должна быть совсем другая. Потому что те, у кого грудь небольшая, они обычно хотят придать объёма, да, те, у кого большая, они хотят, чтобы эта грудь, ну, чтобы их грудь выглядела аккуратнее. У нас, конечно, с этим в стране большая беда, потому что есть две категории женщин, которые страдают. Вот как раз-таки девушки с выдающимися формами, они чаще всего не могут найти, во что сложить свою красоту, да. И есть стройняшки, которые просто-напросто всё большое. То есть одни не могут найти чашку, другие не могут найти пояс, потому что там минимальный пояс, который есть в обычном ритейле, он для них слишком большой. Да, очень многие стилисты сейчас обыгрывают именно бельём. То есть берут, например, там белое платье, специально надевают какой-то красивый красный кружевной бюстгальтер, да, и он становится просто деталью образа. То есть сейчас нет такого, что бельё должно быть незаметным. Да, в офисе, на работе, под РСКОД оно должно быть незаметным. Но если вы выходите на какое-то светское мероприятие, почему бы и нет? Если у вас шикарное декольте, почему бы им не похвастаться, собственно говоря. Я очень рада, что собирается команда единомышленников, да, люди, которые видят в профитинге перспективу, видят в этом новый, так сказать, новый вид бизнеса. Это как и наш плюс. Ничего подобного на рынке больше нет. Мы первые и на данный момент единственные. Ну, я думаю, что всегда найдётся тот, кто захочет скопировать. Но, тем не менее, мы являемся такими первопроходцами в этой области. Мы работали и в период пандемии, да, и всё равно мы продолжали подбирать бельё дистанционно, через онлайн. Благо, у меня большой опыт в этом, потому что у меня клиентки по всей России. Это не только Москва и Санкт-Петербург, где можно курьером доставить. А есть и регионы, есть и небольшие города, где женщины тоже хотят носить правильное бельё. И они, на самом деле, страдают гораздо больше, чем женщины в городах-миллионниках. Потому что мы, в крупных городах женщин, мы избалованы выбором. У нас большой выбор и разных брендов, и разных магазинов, да, и качественного сервиса. А вот чаще всего маленький город, он редко когда может похвастаться хорошим, достойным ассортиментом. Если вот исходить из принципов брофитинга, да, невозможно в одном бренде удовлетворить прям любой запрос. Потому что мы все разные. Вот нет ни одной одинаковой женщины. И вот как можно нас таких всех разных поместить в рамки одного лишь бренда? У нас у всех разный рост, разная комплекция, да. Мы все там разные национальности. Отсюда индивидуальные особенности могут быть строение фигуры. И, конечно, здесь надо вот обязательно это все учитывать. Есть белье для спорта. Если женщина собралась идти на спорт, тут совершенно вообще другие критерии выбора. Но мифы, они творят страшные вещи в голове. Поэтому, заходя в магазин, мы говорим, мне нужен там топ для спорта. Что вы можете порекомендовать? В чем обычно занимаются женщины? То есть я обычно такой задаю вопрос еще своим студенткам на курсе. Я говорю, девочки, вот вспоминайте, что вы сами носили в спортзале. Ну, могу же сказать свои наблюдения. Чаще бывает это либо какие-то, в лучшем случае, спортивные топы из обычных спортивных магазинов. Ну, какие-то стандартные спортивные бренды. Но это чаще всего маечки. Ну, такие маечки без чашечек. Ну, такие коротенькие. Ну, вот вроде как это типа спортбра. На самом деле это просто маечка эластичная. Кто-то носит просто старый бюстгальтер. Ну, что, я же спортом буду заниматься. Там под футболкой же не видно, что. Это основные заблуждения, что на спорт якобы специального белья не надо. И оно неверное, потому что в спортзале вы испытываете дополнительную нагрузку. И обычное белье, которое вы носите просто в повседневной жизни, не справится с ней. И там требуется хорошее спортивное белье, которое точно так же правильно подобрано по вашему размеру. И оно должно быть максимально закрыто, чтобы как раз-таки минимизировать колебания груди. Да, потому что мы с вами там бегаем, прыгаем. Да даже когда мы идем, и если, например, грудь большая, да, то она вообще движется там по траектории перевернутой восьмерки. Соответственно, связки растягиваются, и форма теряется. Чтобы сохранить форму груди, нужен профессиональный спортивный бюстгальтер. Это бескаркасный спортивный бюстгальтер. Очень часто спрашивают, с костями носить спортивный бюстгальтер или без костей. На самом деле, кому как больше нравится, да. С костями, конечно, поддержка лучше, но мы за выбор, короче говоря, мой предок. Сейчас покажу вам именно вариант без каркасного бюстгальтера. Чем отличается этот бюстгальтер от всех остальных? Гламорайз отличается своим кроем. То есть, если вот мы сейчас... Здесь очень интересно сделана вот эта вот верхняя, так скажем, часть. То есть, если я сейчас вам опущу и покажу, то здесь вот такой вот у нас крой. То есть, вот обратите внимание, вот у нее здесь идет специальный подкрой для того, чтобы поддерживать грудь как бы снизу, то есть, заменяя кости. И вот эта вот верхняя часть, ее можно сделать с разным натяжением. То есть, она и вверх, еще и в стороны. Поэтому бюстгальтер спортивный, он не может быть с глубоким декольте. Он должен быть, на самом деле, максимально закрыт сверху, да, для того, чтобы была вот эта вот компрессия и грудь не скакала высоко, да. И должен быть сам по себе достаточно глубоким, вот если посмотрите здесь на бочок, да, для того, чтобы вот эти места тоже достаточно плотно держать, чтобы не было вот этих колыханий в сторону. Если посмотреть на крой спинки сзади, то вы обратите внимание, что в спорте всегда должна быть широкая застежка, да, для того, чтобы обеспечить лучшее прилегание к телу. Здесь в том, что особенность, да, вот в вашем комментарии сохранить грудь. Да, сохранить форму груди. То есть, это разделение, как я понимаю, да? Обязательно, да, разделение, чтобы каждая грудь была в своем домике. В своем домике. И максимально закрытая сверху. Закрытая. А застежки должны быть или можно без них? Нет, обязательно должны быть застежки, потому что мы же все разные, да, и, соответственно, пояс должен быть точно так же, как у бюстгальтера, на нескольких рядах, в идеале три. Она сама по себе застежка должна быть достаточно широкой. Лямки должны быть комфортные и удобные, и лучше, если они будут скроены по направлению к шее. Как раз-таки для того, чтобы, если вы делаете какие-то движения руками, да, чтобы бретели вам не мешали. Но во многих моделях есть специальные такие джокеры на спине, да, вы знаете, когда бретельки можно соединить между собой. Ну, это добавляет максимального прилегания бюстгальтера в груди, то есть еще большая компрессия создается. Ну, это чаще нужно, вы знаете, девчонкам, у кого очень такая внушительная грудь. Внушительная. Да, и когда, например, очень активно там что-то делаем. Я всегда рассказываю вот про игру волейбол, да, пляжный там или баскетбол. У вас не будет вот этой ситуации, когда вы мячик кинули и вот не знаете, что ловить в этот момент, да. А спокойно, без всяких эксцессов сможете заниматься там активными видами спорта на пляже, там с ребенком спокойно проводить время, не задумываясь, чтобы у вас, не дай бог, ни откуда что-нибудь выпрыгнуло. Уже, да, даже от одной мысли об этом становится комфортно и хорошо. Конечно, конечно. Давайте вот здесь встроимся с мифами про мужское белье. Давайте. Почему бы и нет? Там какие трудности в жизни вообще? На самом деле, я когда углубилась в эту тему, я даже не подозревала о том, что там все так серьезно. Ну, кажется, ну что такого там, господи, трусы купить мужчине, да. Ну вот, особенно те, кто женаты, да, то кто им покупает нижнее белье? Жена. У меня вопрос, откуда жена знает, какое белье нужно ее мужу? Ну, а что там выбирать? Оказалось, нет. Есть очень важные параметры. Первое, первое, с чего мы начинаем, это, конечно, с самого материала, да, потому что в мужском белье не должно быть синтетики. Вообще никакой. Это напрямую влияет. То есть у них еще серьезнее, чем у нас все. То есть если мы говорим там про женское белье, про женское здоровье, про здоровье груди, сохранение формы, красоты, вот, то у мужчин это напрямую связано с их мужским здоровьем. Причем не только с потенцией, а вообще целиком. Правильное белье будет влиять на вот выработку этого самого гормона. Поэтому здесь обращаем внимание на состав, а также на размер. Обязательно нужно, чтобы был размер не только талии и бедер, но и размер вот этого самого гульфика. Очень мало производителей белья. Слава богу, есть производители. Их становится больше. На данный момент вот я, например, знаю троих. Именно производят такое вот эргономичное белье, удобное для мужчин. Поэтому не думайте, что там все так просто. Нет, на самом деле не просто. И от этого влияет, как мужчины себя чувствуют в течение дня. Потому что мужчины тоже разные, если на них посмотреть, да, у них разный рост, разная комплекция, разный вес, разный образ жизни. Кто-то спортсмен, кто-то наоборот ведет более сидячий образ жизни. Белье для молодых мужчин и мальчиков, оно одно. А для пожилых мужчин другое. Потому что у них тоже уже начинаются свои физиологические особенности. Потому что у нас это такая некая тема табу. О чем там говорить? На самом деле поднимать это надо. Но трусы и трусы, да? Трусы и трусы, да. А почему я, например, это вообще ввела как обязательный урок на курсе? Потому что я прекрасно понимаю, что у меня обучаются женщины, а они обязательно чьи-нибудь жены, чьи-нибудь мамы. Мамы. Да, и от них напрямую зависит здоровье их мужей, сыновей. И все девочки, кто у меня проходил обучение, они все говорят, Таня, это что-то вообще... Я бы даже никогда в жизни не подумала, что там столько нюансов. И все пишут всегда слова благодарности, и мне это очень радует. Потому что, знаете, есть такое некое удовлетворение, что ты прям целый мир кому-то открыла, и слава богу, значит, больше будет здоровых мужчин. Это действительно так, потому что мы говорим сейчас и про женское, и про мужское здоровье, а это и есть наш мир, в общем, да? И мы сейчас только что проговорили, какие есть нюансы. И если хочется узнать подробнее или пройти обучение на курсе, то, конечно же, вэлком к Татьяне Соколовой. Все ссылки есть у нас в посте и в анонсах к нашему выпуску. Сейчас нас также слушают мамы девочек. И такой важный момент, когда же нужно начинать выбирать первый бюстгальтер. И это такая целая история, с чего начинать, в каком возрасте к этому вообще приходить. И понятно, что идти уже нужно к вам, чтобы вы правильно к этому подходили. Но, на мой взгляд, там есть еще некие психологические особенности этого вопроса. Поэтому вам слово. Совершенно верно. И я вообще считаю, что это, знаете, такой краеугольный камень. Почему? Потому что у каждой женщины был когда-то первый раз, когда у нее появился вот этот ее первый бюстгальтер. А как же это было? То есть, действительно, а как? У всех по-разному. Кому-то мама подарила, кому-то мама сшила, кому-то кто-то, ну, например, мне, например, подарили. И вот я всегда задаю вопрос. А как узнали, какой размер? Ну, потому что девочки тоже разные, да? Конечно. Абсолютно разные. И как здесь, вот как в этой ситуации быть? Правильно начать знакомство, да, вот с первым нижним бельем. Потому что от этого зависит, как эта подрастающая женщина будет подбирать себе белье дальше. Вот как сформируется эта нейронная связь, как вы ее заложите, так она будет дальше влиять на судьбу этой девушки подрастающей. Поэтому здесь важно сделать так, чтобы это было максимально комфортно. Кто себя помнит, то наверняка вы знаете, что обычно это всегда стеснение некое, да, это все-таки такая тема, очень деликатная. И важно девочку в этот период поддержать, чтобы она не получила травму, не дай бог, да, какую-то. Потому что некоторые еще, может, могут прокомментировать. Потому что сейчас девушки иногда приходят, как мне, знаете, клиентки говорят, Таня, у моей дочери внезапно выросла грудь. Я говорю, ну, конечно. Хорошо бы это не слышала сама девочка, потому что для нее это будет шок. Потому что действительно некоторые девочки приходят, а у нее уже размер больше, чем у мамы. И вы знаете, некоторые могут сказать, ого-го, и все. И все, она закроется, она начнет прятать, начнет сутулиться, начнет носить какие-нибудь балахоны, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не увидел, что у нее там уже все выросло. Вот, здесь важно донести до девушки, что то, что с ней происходит, абсолютно нормально, что этого не нужно стесняться, что вообще этим нужно гордиться. И нужно, естественно, заботиться о себе и подбирать себе хорошее, правильное белье. И для того, чтобы сохранить ее красоту, нужно обратиться к профессионалу. Я вообще не рекомендую брать, знаете, таким там, нахрапом, да, я всегда рекомендую познакомиться заранее. То есть, если есть возможность в какой-то неформальной обстановке познакомить девушку со специалистом, то это будет лучше, чем если вы ее за ручку приведете и скажете, вот Маша, вот тебе сейчас тетенька подберет правильный бюстгалтер, раздевайся. Да все, в этот момент ребенок захлопнется, да, то есть, если это, например, 13-15 лет, когда вот обычно что-то появляется, у кого-то появляется раньше, там уже в зависимости от физиологических особенностей девочки, да. Но я вообще рекомендую начинать даже просто с обычных, вот тех же самых, по типу спортивных топов, как маечки, да, ну, чтобы они были из натуральных тканей, дышали, то есть, чтобы все было комфортно, удобно девушке, но уже, тем не менее, была какая-то такая поддержка, да. А дальше уже мы ориентируемся и смотрим конкретно по ее физиологическим особенностям. То есть, если это прям девочка, то, конечно, не должно быть никаких каркасов, то есть, никаких костей в ее белье быть не может. Там обычно вся жесткость идет за счет кроя и за счет дополнительных швов, дополнительных материалов, которые обычно проложены, да, для того, чтобы никак не, механически не влиять на вот эту вот растущую грудь. Если это уже сформировавшаяся девушка, то здесь уже мы можем говорить о каком-то более серьезном белье. Обычно всегда я мамам говорю, обратите внимание на спортивные бюстгальтеры, потому что физкультура – это отдельный разговор в период формирования груди. Там могут быть и боли, когда ты бегаешь. Отжимания – это вообще отдельная история. Поэтому здесь важно подобрать правильный спортивный бюстгальтер. Как таковой культуры, опять же, такие нет. Более того, женщина, прежде чем стать женщиной, она рождается девочкой, Ну, все думают, что, знаете, ты выросла, и из мальчика сразу перешла в бюстгальтер. С серединки как будто бы и нет. Как бы промежуточного пути его... Да, да. А он должен быть, потому что вот как вы заложите, так и будет. Не надо оставлять это на откуп, как, знаете, мы пойдем с подружками в друговый комплекс и что-нибудь там выберем. Они выберут, да. Но ваша ответственность как матери, да, в этом где? То есть она же потом может вам сказать, мама, почему ты мне не рассказала, как надо? Я вообще считаю, что об этом должны рассказывать в школе. Должен быть отдельный хотя бы урок вот на эту тему. Но есть же какой-то там по цветам, по шутю. Ну, да, стилистику же учат. Да, вот что-то же делается вот именно от рукоделия там какое-то женское, да, вот эти женские какие-то предметы. Почему бы и нет? Ну, просто это как элемент даже той же стилистики. Вот сейчас, например, у меня очень много профессионалов на курсе обучается. И это не всегда владельцы там магазинов или просто обычной женщины. Часто приходят стилисты, потому что они как раз-таки знают, что мало подобрать одежду. Надо, чтобы под этой одеждой было правильное белье. Мне кажется, как элемент про создание платья, он должен начинаться с выбора правильного белья. Я согласна с вами, потому что я вот как профессиональная светская львица, уже по-другому себя не назовешь, потому что приходилось всегда, сейчас вот пока в этом вопросе перерыв такой, да, общемировой. У всех. У всех как бы, да, такой каникулы от светской жизни. А вообще она же активная, и постоянно какие-то вечерние платья, какие-то наряды, луки. И у меня всегда один и тот же вопрос, как правильно подобрать и трусики, и верх, и низ, потому что верх, он вообще должен быть особенным, чтобы и декольтированные платья как-то правильно сидели и смотрелись, и в то же время, чтобы ты не была там обнаженной. А низ, он вообще очень важен, потому что есть такие ткани, под которые нужны определенные тоже материалы. Да, невидимки. Да, такие невидимки. То есть ты как бы и в белье, но оно вообще себя проявлять никак при этом не должно. То есть вот действительно это очень важный момент. Миф о костях-то вообще, что скажете, они зло или добро? Вот кости в бюстгальтере. Это очень хороший костейный вопрос, это основной и самый больной миф, потому что, я не знаю, наверное, нет еще, уже нет ни одной медицинской передачи, где бы не сказали про вред костей бюстгальтера. На самом деле вредны не кости, вреден неправильный размер. Который зажимает. Да, потому что на самом деле само по себе корсетное белье, если оно подобрано по размеру, если оно подобрано правильно, анатомически, оно не причиняет никакого вреда. Оно наоборот способствует более комфортному времяпрепровождению, ну просто вот течении жизни. Потому что когда у тебя большая грудь, это поддержка. Если у тебя небольшая грудь, то это как раз таки формирование вот этого дополнительного объема, дополнительного каркаса. Но зачастую у нас никто не знает, как это правильно делать. У нас не знают, что кости могут быть разной формы, что женская грудь может быть разной формы, и надо обязательно подбирать, исходя из формы груди. И как правильно нужно уложить грудь бюстгальтера так, чтобы эти самые кости никуда, не дай бог, не впивались. Потому что, конечно, когда они давят на саму молочную железу, то они носят вред. Если говорить прямо о таком глобальном вреде, то вообще нет ни одного доказанного исследования о том, что что-то вызывает. Но вот если вы носите, например, узкие туфли, что происходит с вашими пальчиками? Ну они вот превращаются в скажу. Да, вот либо вот они, да. Либо начинаются на топливе, да. Либо на большом пальце, либо на мизинчике появляются на топливе. То же самое происходит и с грудью. Просто в груди нет никаких таких серьёзных нервных окончаний, чтобы вы это прям очень ощущали, да. А кто-то видит, что годами это носит неправильно. Ну вы это представьте, вот когда постоянно происходит давление на одно и то же место в груди. Что там происходит? То тот же самый на топливе, то же самое уплотнение. А вот уже дальше всё зависит от вашего анамнеза, во что это может перейти. Я не хочу никого пугать. И чаще всего это всё заканчивается хорошо с подбором правильного размера, правильной формы. Но тем не менее, вот именно об этом и стоит задуматься. Потому что неправильные кости это одно, а то, что теряется красота, да, вот как обычно говорят, вот женщина, например, рожает ребёнка, откормила грудью, да, и всё, у меня уже грудь не та, и всё не так, и всё не так, и мне надо с ней что-нибудь сделать. Вот первое, с чего я всегда рекомендую, я говорю, слушайте, давайте начнём с белья. И когда ты показываешь, что можно вернуть всё обратно, добавить объёма, и он у вас есть, просто он у вас ушёл, так скажем, в другое место, потому что происходит десекреция груди из-за неправильного расположения костей, и у многих в прямом смысле грудь уходит на спину. Многие потом клиентки говорят, да, слушай, а ведь действительно, я даже никогда бы и не подумала, что оказывается надо было просто поменять бельё. И после этого многие замечают, что она говорит, а я себя теперь люблю, вот такую, какая я есть. И вот всё, и вот я считаю, что это и есть такая вот миссия, да, и это такая личная победа, когда ты видишь вот буквально там в течение 20 минут ты видишь этот блеск женских глаз, как она кайфует сама от себя, и вот это, мне кажется, и есть такой истинный стимул работы брофитера, ради чего мы всё это и делаем. И мои партнёры, они то же самое подтверждают, потому что у меня есть, знаете, разные люди, есть владельцы нескольких бизнесов, но я всем всегда говорю, вы должны попробовать это сами. Для того, чтобы потом даже набирать персонал, вы должны знать, каково это. И вот представьте, когда, да, это серьёзная дама, у неё уже там 2-3 бизнеса, и она себе вообще не представляет, Таня, как это, как это, я буду в примерочной подбирать бельё. Я говорю, вы попробуйте. И вот потом эти серьёзные дамы мне пишут сообщение или набирают голоса и говорят, Таня, слушай, это действительно нереальный кайф. Она говорит, я вот, я теперь понимаю, почему я купила этот бизнес вот на самом деле, потому что это вот там, где отдача идёт сразу. Когда ты видишь реакцию человека, выходящего из примерочной, с этим пакетиком, того, что делает тебя такой счастливой. Да, совершенно верно. Как здесь подходить к выбору белья для беременных женщин? Ну, здесь я даже считаю, что вот нужно как раз-таки начинать с самого начала, да, с беременности, потому что кто-то о белье задумывается уже после почему-то. А вот как раз-таки на этапе, когда только начинаются изменения, важно не упустить этот момент. И подбирать бельё, ориентируясь на каждый триместр. То есть если вначале вы чувствуете, что, ну, обычно вот женщина всегда чувствует, да, когда это начинает происходить, есть, появляются ощущения. Важно отследить, чтобы нигде не давило, нигде не жало, да, то есть мы всегда ориентируемся на свой размер. И вообще, в принципе, при любых изменениях тела, то есть похудели ли вы, поправились ли вы, там, цикл ли у вас, например, идёт, нужно обязательно ориентироваться на свои ощущения, чтобы вам всегда было хорошо. И бельё всегда было подобрано по размеру. Если вы чувствуете, что в объёме туговато, значит, надо решать этот вопрос. Если вы чувствуете, что грудь уже в чашку не помещается, значит, надо чашку уже брать и подбирать больше. Когда вы уже подходите к окончанию беременности, здесь важно вот отследить такой момент, когда вам нужно идти рожать, да, и не оставить момент покупки бюстгалтера для кормления на своего мужчину. Здесь важно обратиться к профессиональному брофитеру, потому что она подберёт вам бельё уже с ориентацией на то, на период кормления. Если это у вас вторая беременность, то вы уже, в принципе, можете знать, да, когда у вас, насколько может увеличиться грудь. У кого-то на размер увеличивается, у кого-то на два. Если вдруг так случилось, что у вас не получилось приобрести бельё до, да, и вы уже родили, то мы тогда ждём, когда у нас устаканится лактация, то есть обычно это где-то две недельки нужно подождать, и уже идём на подбор, но идём тогда, когда вот грудь в пике, да, то есть, ну, как сказать, вот она наливается, то есть перец самим королем, потому что не на пустую грудь меряем, значит, если мы намеряем, а когда молоко придёт, у нас всё будет трещать по шнам. Совершенно другие размеры, конечно. Но чаще всего профессиональное бельё для кормления, которое создаётся, да, именно профессиональными брендами, оно обычно такое, знаете, умное, с эффектом памяти, и оно подстраивается, то есть если грудь увеличивается, оно чуть-чуть такое более эластичное, оно подстраивается под объём груди. Когда вы откормили, грудь спала, и бельё, соответственно, становится чуть-чуть, ну, да, как бы сохраняет вот эту вот форму и принимает тот размер, который был изначально. И вот это вот и поможет сохранить грудь для того, чтобы после кормления, да, мы не получили вот совсем пустую, без объёма, и вот что обязательно нужно что-то с ней делать. Вот и здесь самое главное, всегда помните про размер. К сожалению, то, что продаётся в магазинах для мам, назвать это профессиональным бельём очень сложно. Я обычно считаю, что это, знаете, такие маечки для сна. Вот то, что там продаётся, в этом можно только спать. И лёжа кормить, да, если вдруг ночью нужно ребёнка покормить. Ходить в этом нельзя. Сейчас такой тренд на индивидуальный подход, и это хорошо, потому что хватит этих массовых, как стандартов, да, вот есть ты, и бельё нужно подбирать конкретно под тебя, да, под каждую женщину, исходя из её уникальности и индивидуальности. Супер! Давайте поговорим о послеоперационном белье для тех, кто сделал операцию на грудь. То есть мамопластика прошла. Здесь какие у вас рекомендации? Есть две такие категории. Есть те, кто увеличили грудь, есть те, кто прошли болезни. Девушки, которые делают это с эстетической точки зрения, они, конечно, обычно в клиниках получают комплект белья, да, то есть это входит в комплекс услуг, и там, конечно, первое время обязательно носить это тот специальное бельё, которое вам подбирает хирург, оно подбирается по-другому, не так, как обычное бельё подбирается. Но даже после вот этого периода восстановления есть обычно ещё месяц, когда стоит подносить достаточно закрытый бюстгальтер. Получается такой закрытый, ну, как и нужно, да, он помогает вот устаканиться, да, чтобы грудь стала помягче, да, потому что там есть такой момент, когда она такая чуть-чуть плотная, вот чтобы всё заработало как надо, да, чтобы вот период восстановления прошёл правильно и для здоровья самой женщины, и для красоты груди. И мы, я рекомендую обычно вот такой спорт, спорт именно бельё, без каркасов, можно разные расцветки выбрать на любые случаи жизни, от того же нюда, заканчивая какими-то красивыми цветами. Что касается послеоперационного, именно после болезни бельё, там, ну, к сожалению, на нашей стороне с этим всё совсем грустно, потому что то, что представлено в магазинах, оно либо неносибельно, потому что очень быстро превращается в откровенную тряпочку, либо оно для среднестатистической женщины просто неподъёмно по цене. И вот здесь у нас есть некая такая социальная миссия под нашим брендом, как раз таки разрабатываем вот модели для женщин после мастектомии, вот, потому что есть, есть потребность в хорошем, качественном, но доступном белье. Ну, вы вообще сотрудничаете с благотворительным фондом, да? Да, вот у нас сейчас, да, начинается партнёрство именно с Алёшей фондом, то есть у нас будут такие, ну, если зайдёте к нам на сайт, у нас будут специальные товары, помеченные логотипом, значок «Добрый», да, то есть покупая этот товар, часть денег будет отправляться как раз таки вот в Алёше фонд, он помогает детям. А вот что касается послеоперационного белья, именно чисто женского, да, то мы сотрудничаем с центрами, которые помогают женщинам проходить вот этот вот период реабилитации. Там их много по всей стране, вот во всех городах, где есть салон, у нас, в принципе, во всех городах есть там волонтёры, кто поддерживает связи, и мы там проводим и лекции, и мастер-классы для женщин, ну, когда это было возможно, но мы хотим это и возобновить дальше, потому что мы так уже работали. И женщины всегда это принимают с благодарностью, потому что на самом деле это боль. И почему-то все считают, что, ну, вот, если тебе сделали операцию, то как будто бы тебе больше не хочется носить ничего красивого, да, потому что, ну, вы же сами себе представляете, что такое просто операционное бельё, это что-то, ну, белое, чёрное и бежевое, всё. А то, что у тебя могут быть красивые какие-то платья, у тебя могут быть события, и вообще у этих женщин точно так же есть семьи, есть мужья, и там возраст, не всегда это какая-то возрастная женщина, потому что и достаточно молодая. Да, женщина всегда хочет быть красивой. Ну, да, ну, вот это ощущение, да, чтобы вот чувство вот того, что и ты можешь и сейчас себя порадовать. А вот отдельно девочки поделились, что есть проблемы ещё и с купальниками. То есть подбор купальника в этой ситуации тоже. Это вот прям квест. Чтобы женщина не чувствовала себя в какой-то мере ущемлённой. А бельё для сна какое оно? Вообще для чего и почему нужно спать в белье? Ну, я всегда, вот, когда меня спрашивают про бельё для сна, это всегда такая очень спорная тема. Это вот как про кости. Почти то же самое. Потому что здесь важно учитывать момент, что на позвоночник во время сна не должно быть никакого давления. То есть, соответственно, никаких застёжек на спине быть не может. Застёжка может быть только спереди. И у нас почему-то производство считает, что, знаете, всё как-то централизируется только на каких-то средних полнотах. На самом деле бельё для сна нужно как раз-таки для большой груди, потому что вот если мы спим, да, правильное положение во сне, это на спине, что происходит с грудью, она уходит в стороны. Заваливается. В стороны. И что? Она тоже там растягивается, теряет форму. Да, без укладки нужно как раз-таки для того, чтобы держать её на месте. И вот с этим бельём проблемы в большом размере. Мы нашли выход, мы нашли прекрасного производителя, именно ночных сорочек, на вот большой размер. Особенность крови, почему мы приняли решение именно этот бренд взять в качестве и белья для сна. И в принципе там есть модельки, которые более закрыты, их можно носить вообще как домашнее платье. Женщины, у которых большая грудь, они знают, что такое спать на спине. Ты ложишься, она вот так хопа, и в разные стороны стекла. И у нас были варианты бюстгальтеров для сна, но не все готовы в них спать. Ну вот. Да, знаешь, если там-то 25 лет спала в футболке, и тут тебе говорят, ты теперь будешь спать в бюстгальтере, то как бы вряд ли эта история пройдёт. Поэтому я долго искала производителя, который бы сшил бы нормальную сорочку для большой груди. А именно, чтобы здесь была широкая резинка под грудью, да, которая бы держала бы грудь. Здесь есть специальный подкрой боковой, вот если она не повернётся боком, да, видно, что для того, чтобы отцентрировать, да, чтобы собрать сбоку, чтобы она не была растекающейся такой, а сбоку вывести её чуть-чуть вперёд. Ну и плюс она будет закрытая сверху, да, чтобы если вы вдруг наклонитесь или когда вы спите, она у вас не вывалилась, вырез сорочки. Сейчас, ну, она есть, вот эта моделька, есть в чёрном, в синем, молочном цвете. Сейчас она будет ещё красная, бежевая, и будет сделана сетка бежевая и контрастная чёрная, бежевая сетка, контрастная чёрная кружева. Очень красивый эффект смотрится. То есть, если кто-то думает, что там только на большие размеры, нет, на самом деле, вот, пожалуйста, стандартный 46 размер. Но здесь всё равно при этом есть поддержка груди, да, она закрытая. Это тоже самое, та же самая бельевая сетка Power. На этом надо просто чуть эластичнее, и там очень красивая спинка. Вернись. Вот, да, то есть, ну, вообще, выше всяких похвал. И все девчонки, кто у нас с большой грудью, они говорят, Таня, это прям спасение, потому что действительно в нём удобно, и ты в нём красивая. Вот, мы решили этот вопрос. Но бельё для сна должно быть. Но здесь надо ориентироваться на свой размер. Если вы молоды, стройные, у вас небольшая грудь, и вам это не надо, визвестительно вам, может быть, это и не надо. Если у вас уже грудь больше среднего, то здесь стоит задуматься о том, как вы спите. Вот задайте себе вопрос, как вы спите. Спите ли вы лицом в подушку, спите ли вы на спине, или на локу, что в этот момент происходит с вашей грудью. И здесь я всегда предлагаю ориентироваться на свои собственные ощущения. То есть вам это надо вообще? Если вы считаете, что вам это не надо, окей. Если там меня спрашивают как специалисты, то я всегда говорю, что обязательно надо. Если мы хотим сохранить красоту груди, то бельё для сна нам необходимо. Must have, must be. Да. Супер. Вы автор собственного курса, через который прошло огромное количество уже состоявшихся брофитеров. Курс называется «Сам себе брофитер». Правильно я понимаю? Расскажите подробнее, пожалуйста. Ну, курс начинался на самом деле, вообще подразумевало создание больше просто для женщин. То есть меня попросили его снять мои же клиентки. Говорит, Тань, ну вот я хочу знать то же, что ты, но вот только относительно себя. Я хочу знать, какая у меня форма груди, какие мне нужны бюстгальтеры. Я, конечно, я могу прийти к тебе, но вот у тебя иногда столько всего, всякой разной красоты, что я даже не знаю, а мне это подойдёт или нет? Вот стоит мне это заказывать или нет? Думаю, ну хорошо. Но, как оказалось, курс оказался востребован для профессионалов, потому что пошли бельевики, естественно, кто, например, только зашёл в профессию, зашёл в этот бизнес. Потому что, когда создавался курс, мы были только на этапе упаковки франшизы, и, ну, уже тогда девочки приходили обучаться. Обучались стилисты, и их было тоже достаточное количество, потому что они тоже хотели не сколько сами подбирать бельё, сколько понимать принцип. И, конечно, мы сейчас со многими стилистами сотрудничаем, и до сих пор, и они наши партнёры, потому что для неё это вообще за радость. То есть она клиентку привела, сразу сказала, что необходимо для её образа, всё, и брофитер с ней работает, она спокойно ждёт и знает, что всё будет подобрано как надо, и после этого они спокойно могут отправиться на шоппинг в магазин. Приходят конструкторы, приходят дизайнеры. Почему? Потому что у нас, к сожалению, конструкторы не всегда знают принципы брофитинга, то есть они всегда идут, знаете, такой жёсткий, такой математический, таким математическим расчётом. Я говорю, Дешкин, ну всё, конечно, это здорово. Я говорю, ну мы всё-таки не на пластиковую куклу бельё создаём, да, вы всё-таки с живыми женщинами работаете. И часто, например, стройные девочки не понимают особенности большой груди, то есть они не могут через своё даже женское вот это вот, как это с ней жить. И надо об этом рассказывать. Девчонки, у кого большая грусть, они не знают, что это такое, когда ты у тебя маленькая и какие там могут быть свои всякие аспекты. И это всегда открытие. И вот как-то так курс, знаете, рос, 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 и вот он за полтора года дорос до 63 часов. Так незаметно. Так незаметно. Мы сейчас обучаемся уже таких полных полтора месяца, иногда два, в зависимости от группы. То есть каждая группа, она индивидуальна, потому что чаще всего это рабочие люди, то есть у людей есть бизнес, есть клиенты, то есть нет такого, что сидим и только учимся. Поэтому курс должен встраиваться в жизнь каждой студентки. Но у нас обязательно есть отработка на практике, то есть это и прямые эфиры со мной, и для того, чтобы мне тоже понимать обратную связь. Курс вообще разбит на три этапа. То есть можно взять основную, такие основы профитинга, после этого пройти тест, и уже будет понятно, как она у вас усвоилась. Ну там такие ключевые моменты, это форма, размер и форма бюстгальтера. Дальше уже идем на углубление, и по итогу сдается экзамен итоговый, и при удачной сдаче этого самого экзамена вручается удостоверение гособразца. То есть у меня есть лицензия на образование, я имею право вести образовательную деятельность. Вот, это такая вот фишка, можно сказать. И вот те партнеры, которые у нас покупают франшизу, они все проходят это обучение, и их сотрудники проходят обучение. Поэтому я могу со спокойной души сказать, что с вами работает действительно профессионал, и что он не где-то там отучился и просто посмотрел какие-то видеоуроки. Нет, этот человек отработал. И я эти знания проверила, и я знаю, что он действительно это знает. Понятно, что, знаете, это как у психолога должны быть определенные личные часы отработки, так и у брофитеров. Все равно должна быть практика, но мы практику всегда нарабатываем только на процессе работы. Поэтому здесь я всегда говорю, девочки, хотите быстро, значит, переодевайте все свое окружение. Зовем подруг, маму, сестер, подруг, сестер. Ну, то есть максимально для того, чтобы наработать на смотр. Это так же, как у стилистов. Вот то же самое, только в белье. Профитинг, знаете, это как голубой океан, да, то есть приходи, здесь много места. Но я считаю, что те, кто сейчас начинает этот бизнес, они будут однозначно в плюсе, и однозначно они возьмут большую часть пирога, потому что рынок меняется, и бельевой ритейл меняется, и женщина больше не хочет подстраиваться под бюстгальтер, когда есть вариант, что он может подстроиться под тебя. И мы все равно поменяем эту реальность, и мы сделаем эту революцию. И я всем партнерам говорю, вы даже не представляете, какое большое и великое дело вы делаете. Потому что чем больше у нас будет, тем больше будет здоровых женщин, а это значит здоровых матерей, жён, тем большим женщинам мы дадим свободу, дадим комфорт, наслаждение жизнью, и это больше, чем просто подбор белья. И именно это вот должно двигать. Если вас это зажигает, то у вас бизнес пойдёт. Если вы приходите в Профитинг только ради денег, то, скорее всего, что у вас ничего не получится. Потому что женщины, вот все мы женщины на интуиции живём, и всегда вот это вот, знаете, когда есть больше интереса в материальном, нежели вот в некой миссии, женщина всегда это считывает. И вот эта неискренность, она не заходит. Вот когда действительно людей зажигает идея, деньги приходят сами собой, то есть они как результат. Я здесь понимаю очень хорошо, о чём вы сейчас говорите, что сюда нельзя просто прийти и сказать, наверное, я здесь просто буду заколачивать деньги. Это дело надо полюбить. Это точно, 100%. А значит, полюбить всех своих клиенток, которые в перспективе у вас появятся, потому что если вы их полюбите и сможете предложить им то качество, подбора идеального нижнего белья, то они, конечно, неоднократно вернутся. Слава Богу, нижнее бельё имеет всё-таки какой-то срок носки. Оно не вечное, его можно сносить всё-таки, захотеть его поменять. Женщина есть такое свойство, по крайней мере, весной уж обновляются точно все. Конечно. Причём, чем чаще, тем лучше. Так же, как и украшения, нижнее бельё, туфли, сумки. Мне кажется, всё туда же. Давайте поговорим о количестве брендов. Как вот с ними обстоят дела? Мы говорили, что вы мультибрендовый бизнес. Вообще, как работает с брендами? С брендами по-разному. Ну, потому что есть те, кто к тебе прислушиваются, вот именно с точки зрения профитинга. Есть кто считает, что у них уже всё хорошо, у них уже выверены лекала, у них уже отстроены полностью конструкции, ничего иметь не надо. Да, да. Сейчас есть фабрики, которые всё больше прислушиваются, и они чувствуют и видят эту тенденцию, что что-то происходит, потому что люди просто какие-то, ну, как скажем, нестандартные якобы размеры, хотя на самом деле они стандартные, но для производства они действительно отличаются. И вот за последний год у нас было два бренда, которые вот один приглашал меня на встречу с конструктором для того, чтобы я рассказала, что у них не так, то есть почему, например, мы как бренд у них не берём некоторые позиции, в чём загвоздка, и я сказала своё мнение как у брофитера, что им стоит переделать, почему я не беру их бельё, и они приняли к сведению, и, кстати, переделали полностью коллекцию, то есть у них очень большие изменения произошли, и меня это порадовало, и мы, конечно же, их поддержали и заказали, и бренд представлен в наших салонах. А второй бренд, они вообще пошли дальше, собственно говоря, они вообще предложили нам разработку моделей, и сейчас вот запустили мы вообще линейку специально для нашего бренда, и мне так это, знаете, это как вот ещё одного ребёнка выпустить в свет, поскольку вот они только сейчас как раз-таки придут, но задержки произошли из-за пандемии, из-за сложностей, потому что в основном все производство отрабатывало на отшив масок. В общем, были задержки, но меня радует, что всё это закончилось, и у нас сейчас производство запустилось. Все в ожидании, у меня и партнёры в ожидании, и клиенты в ожидании. Вот сейчас таким хитом, который я жду первый, это «Спортбра», который произвели по моим рекомендациям, и вот, возможно, кто-то из наших зрителей был на выставке в Москве в прошлом году, вот её презентовали, и мне было очень приятно, когда говорили, что разработка была, как сказать, с участием именно моим, как руководителя, как главного брофитера в Ideal Forms. Вот. И действительно, модель получилась отличной. То есть этот спортбра, который подойдёт для среднего размера, ну, это, я так называю, это стройняшки, малышки, да, обычно, которые почему-то всегда упускают из вида. То есть кто-то концентрирует себя только на большом размере, ну, почему-то всегда забывают вот про девочек, которые вот в среднем размере находятся. Но есть некое такое заблуждение о том, что, ну, этот размер, вот эти женщины, они всегда смогут найти бельё в обычных магазинах. Я как-то вот не разделяю, да, вот если мы делаем, то для всех. И вот мне хотелось захватить именно вот эту часть аудитории, и вот специально для неё мы сейчас хотим попробовать, потому что на самом деле этих женщин большинство, и вот от них можно получить самую качественную обратную связь именно вот в количественном аспекте. И если что, уже что-то корректировать, доделывать, дорабатывать лекалы, и уже выпускать прям вот тот самый хит, который должен быть на все случаи жизни, да, и закрывать потребность большей части целевой аудитории. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня у нас получилось замечательное, полезнейшее интервью с Татьяной Соколовой. В студии у нас эксперт, профессиональный брофитер. Татьяна Соколова, создатель бренда Ideal Forms, владелица франчайзинговой сети салонов брофитинга, и автор курса по подбору белья, сам себе брофитер. Пишите, переходите по ссылке, подписывайтесь на Татьяну Соколову и аккаунт Ideal Forms, и задавайте вопросы в директ. Я уверена, что Татьяна, конечно же, ответит всем. Спасибо вам большое. Спасибо, Кристина, за приглашение. Бесконечно полезно и приятно. Это такой хороший коктейль. Рады стараться. До новых встреч, друзья. Редактор субтитров А.Семкин